Салам, братья! Сегодня мы с вами немного углубимся в сюжет одного из самых известных мультфильмов И поговорим на философские темы Ну или же просто попиздим Я не буду лишний раз вам нести всякую дичь, так как вы все знаете этот мультфильм Все не глупые, название читать умеем Черно-белый медведь с первого фильма обратил на себя огромное внимание зрителей И стал одним из самых главных мультсимулов DreamWorks Для нововведения он собрал внушительные бабки И смог продлить себе жизнь аж до трех фильмов, сериалов, короткометражек и прочего Но так ли все однозначно? Все ли нормально с этим по? Сегодня мы с этим разберемся И... Бля, погнали! Не очень длинное вступление, заметьте Возможно, в детстве вашим кумиром этого мульта был По Ну, это же логично Он тут представлен как герой Некое добро, которое должно победить зло Этот чувак избранный и должен победить свирепого врага Казалось бы, что тут не так? Возможно, аудитория 16 плюс сейчас начнет втыкать в суть Ведь, будучи детьми, мы болеем за Бэтмена А становясь старше, начинаем понимать Джокера Ебать, я круто загнул! И в этой ситуации так же Если в третьем и втором фильме нам представили еще нормальных плохих парней Которые истребляли население, убивали, насиловали и прочее То в первом фильме нам демонстрируют совершенно не злодея А я бы даже сказал больше личность С реакцией на несправедливость жизни Который старался, упал, а потом и вообще был сломлен Я уверен, что вы поняли то, что я говорил про Тайлунгача А если нет, то давайте я вам напомню сюжет А если вы и так не поймете, то уже скажу напрямую В мега-крутом и негативическом кунг-фу дворце избирают дракона-воина Это типа мощный воин, избранный судьбой и персиком Старый мастер кунг-фу, который имеет коннекс со вселенной Выстрел из себя то, что воином дракона должен стать чувак по имени По Объясняю По это жирная панда, которая далека от боевых искусств, спорта и здорового питания Он фанатеет по банде мелкого мастера, но не имеет никакого боевого опыта Зато легко подчиняется командам и пиздлям Черепаха аргументирует свой выбор тем, что пандыш типа избранный Хотя он просто хотел посмотреть на церемонию и взлетел первым востоком в небо И уехался прямо в самый эпицентр внимания животных И вероятнее всего обрубил коннект черепахи и судьбы И старик просто выбрал его от пизды Казалось бы, мы поняли, что пони боец и не фитоняшка И был выбран от пизды Но что у нас по антагонисту? Антагонистом является чувак, который был воспитан мастером кунг-фу И жил этим боевым искусством, тренировался до крови из жопы И вообще-то метил название драконовойна Но черепаха с какого-то хера послала нахуй все его мечты И после чего котенок забомбил и был обезвреден этой черепахой После барсик вернулся, чтобы дать пизды черно-белому воину Но котенок снова получает пизды, несмотря на свой нефигический опыт И умирает А если вы до сих пор не вкурили, то объясню По это чувак с нефигенной фортуной А Тайлунг пацан, который жил своим делом и трудился на протяжении всей своей жизни По итогу мы имеем, что трудолюбивый чувак, шедший к своей цели всю жизнь Уступает лентяю, который только и умеет что жрать А потом трудолюбивцы еще и обвиняют в том, что он забомбил И захотел забрать все уже не по-хорошему, а по-плохому Ну нихуя себе! Объективно говоря, какая была бы ваша реакция Если бы вы, вкалывая по-жесткому, не жалея себя И с искренней любовью к своему делу Придали бы простому фанатику Которого просто выбрало какое-то еханутое начальство О да, как мило Я же еще забыл упомянуть тот факт, что ваш чуть ли не отец Который воспитывал и верил вас Опускает руки и не пытается даже на психологическом уровне вас поддержать А лишь поддакивает старперному начальству Интересно, каким оттенком коричневого ваша жизнь после такого засверкает? Вас послали, предали, победили и сломали А в конце даже не попытались утешить В первом фильме мы видим максимальное отчаяние Тайлунга Все от него отвернулись и он решил работать по-другому По-плохому Я его не оправдываю и не говорю, что в момент депрессника нужно хуярить всех живых существ Я тут скорее осуждаю причину его становления злодеем Ведь не будь у нас причины в виде никакущей и одновременно чрезмерной поддержки шифу Мы бы не получили следствие в виде настолько разгневанного злодея Напоминаю вам, что у меня есть свой собственный дискорд сервер На который вы можете зайти по ссылке из описания и комментария Или если вы хотите поддержать канал, вы можете кинуть мне донат по ссылкам из описания и комментариев Никакущая и одновременно чрезмерная поддержка Возможно вас ввела в ступор эта фраза Сейчас объясню По какой причине Тайлунг не сдавался и продолжал работать Потому что в него верил его отец И буквально пророчил ему становление воином дракона И видя его усердный труд Поддержала его И сам же верил в то, что он сможет А когда жизнь сказала Тайлунгу нет То шифу и сам оказался в ступоре И даже не попытался его утешить Или поддержать Шифу был удивлен, но принял несправедливость в жизни А вот Тайлунг нет, и поэтому решил следовать по другому пути И в нем тоже одержал поражение Героев из первой части можно охарактеризовать следующими словами Жизнь, общество, усердная работа, а также талант и удача Угуэ здесь показывает несправедливость в жизни Ведь именно от его выбора зависит, кто будет драконовойном Шифу это общество, которое говорит, что Можно всего добиться, если ты только будешь стараться Но опять же жизнь считает несправедливо по-другому Тайлунг олицетворение усердной работы Я уже это пояснил Апо показывает, что можно абсолютно ничего не делать И стать лучшим за счет удачи и таланта И уже в остальных частях трилогии Нам еще больше раскрывают суть того Что усердная работа и стремления нахер никуда не усрались В отличие от дарованных природой умений Сами-то подумайте, если в остальных двух частях В отличие от первой мы не собереживаем злодею То мы уж точно можем вкурить в эту тенденцию панды Побеждать всех более сильных противников Тайлунг-то еще разминочка Вот Лорд Шейн У него вместо перьев лезвие И, блядь, целый завод по производству пушек Что с ним в итоге стало? Отлетел малой Кай из третьей части Который, сука, бессмертный На него не работает пальцевый захват уси Также он тренировался 500 лет И дал пизды мастеру Угвею А что в итоге? Тоже отлетел Можно определенно сказать, что По одерживает ПО-БЕД Извините Над своими противниками не потому, что Невитлический мастер боевых искусств А потому, что он очень удачлив и смекалец Если посмотреть на его бой с Тайлунгом, то в стиле панды практически нету никакой кунг-фу А есть только смекалка, придуманные на ходу приемы и хитрое использование элементов бэкграунда Заметьте, как сражается Тайлунг Он прыгает, прописывает вертушки и пиздит по руками и кулаками Как настоящий мастер Позже, в свою очередь, переворачивает игру и сражается так, как хочет Заметьте, он постоянно использует то посуду, то бамбук, то фейерверк Именно из-за подобной непредсказуемости и нестандартного подхода Тайлунг теряется и не может противостоять панде В втором же фильме По также не был замечен в долгих усердных тренировках Максимум пару раз попробовал попародировать Шифу И на второй-третий раз у него получилось овладеть вот этой вот херней с каплей Тут уже сыграли роль его талант и умение быстро обучаться С третьим же фильмом мы видим и то, и другое По хитрым способам утаскивает Кая в мир духов А уже в мире духов за счет своих кентов и своего таланта побеждает противника По итогу я даже не буду вам напоминать, что в третьем фильме ленивые панды обучились ци меньше, чем за 5 минут А ОГЭ в принципе можно назвать старой чокнутой черепахой Это все и так понятно Я не хочу сказать, что это делает фильм плохим А наоборот, это делает его более живым и похожим на жизнь Сами-то подумайте, случалась ли у вас такая ситуация Когда вы, будучи усердным до обосромахи человеком В тремящемся к своей цели Уступали другому, который просто талантлив и имеет способность Я думаю, что как минимум у каждого второго была такая ситуация А если нет, то вы, значит, и являетесь тем самым талантливым и смекалистым человеком Куфу Панда и все его части Это хороший мультфильм с множеством мудрых слов и вещей Которые заставляют задуматься Я уже не говорю про качественную анимацию, озвучку и прочее Ну а на этом все Спасибо большое за просмотр Всем удачи, счастья и секса Пока! Субтитры сделал DimaTorzok